Время так быстротично кажется только недавно. Мы встречали новый 2020 год, а уже пора сказать ему до свидания. Году, который был наполнен многими событиями. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что этот год был невероятно сложным. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие аспекты нашей повседневной жизни. О том, как прожило Кашхабское сельское поселение непростой 2020 год, чего удалось достичь и над чем еще предстоит работать. Нашими интервью с главой Кашхабского сельского поселения Хазрет Амборсовым. Хазрет Газрианович, так уж принято, что в последние дни уходящего года подводятся итоги. Какими важными событиями был наполнен уходящий 2020 год для Кашхабского поселения? Добрый день, уважаемые аульчане. 2020 год для нас как и в хорошем, так и в плохом был, потому что это и в этом году были реализованы три программы, в рамках которого Кашхабское сельское поселение участвовало в этих программах. Это, конечно, первое. Это чистая вода. В рамках национального проекта «Чистая вода» Кашхабское сельское поселение было включено в 2019 году. В этом году реализовано. Проложено более 45 километров водопроводных сетей. Кроме этого, на эти все работы было затрачено 75 миллионов рублей, что в этом году это для аульчан станет таким базовым, что ли, что в этом году аульчане получат чистую и качественную воду. Это очень важно для населения, потому что в рамках экологии Кашхабское сельское поселение, конечно, отставало. В этом году также было, в рамках национального проекта были построены дороги по переулку больничном, это и освещение. Это порядка 9 миллионов 600 тысяч рублей было затрачено на эти все цели, которым была сделана шикарная дорога. Кроме этого, были построены тротуары возле строящегося ФОКа у нас. ФОК тоже у нас строится в этом году. В этом году на эти цели тоже в рамках национального программы было затрачено более 80 миллионов рублей. Сейчас в данный момент идет подготовка документации сдачи в эксплуатацию данных объектов. Где-то 25 декабря мы эти данные объекты сдадим в эксплуатацию. Следующим этапом, после того, как мы это все сдадим в эксплуатацию, начнется передача этих всех объектов в аренду. После того, как мы проведем торги и кто будет уже заниматься этими делами, это будет уже определять, кто у нас будет, кто выиграет торги. Также хочу сказать, что в рамках в этом году мы посетили 56 ветеранов, которым исполнилось 80-85-90 лет. Мы всех их посетили, пожелали им крыткого здоровья и удачи. В этом же году были оказаны материальные помощи. С каждым годом она у нас все больше и больше. В сумме 375 тысяч рублей. Также мы ежемесячно проводим мероприятия, связанные с санитарной очисткой территории Кашхабарского сельского поселения. Проводим мероприятия «Чистые четверги». В этом направлении этот год был именно в санитарном плане не таким уж и серьезным. Почему? Потому что санитарные нормы не позволяли как-то сильно массово выходить людям, чтобы можно было выбираться. Но тем не менее все эти мероприятия с соблюдением санитарных норм мы делали и будем делать дальше. В этом году также в рамках национальной программы была построена скейт-площадка на территории нашего районного парка. Также там были поставлены новые тренажерные установки для занятий физкультурой и спортом нашей жителей. Вот такие вот мероприятия, которые хотелось бы подчеркнуть, что сделано в этом году. А в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции поселений тоже сделано? Да, в этом году в рамках нераспространения новой инфекции коронавирусной Кашхабльским сельским поселениям было затрачено где-то около 98 тысяч рублей. Это закупка всяких СИЗов, это закупка рециркуляторов, которые у нас сегодня стоят. Мы их предоставляем людям, которые траурные мероприятия имеют. Это и бензин, это и люди, которые занимаются волонтерством. Сегодня буквально на планерке наша сотрудница, волонтер, которая занималась этими вещами, получила медаль от Владимира Путина. Мы буквально поздравляли эту девочку, это Берзегова Маргарита Муратовна, за волонтерство, за то, что мы участвовали, наше поселение участвовало. Она непосредственно занималась этими вещами, поэтому она получила вот такую вот медаль. Новый год – это не только подведение итогов, но и планы на будущее. Что запланировали на ближайшую перспективу? На ближайшую перспективу каждый год, это же сегодня хотелось бы сказать, что благодаря, конечно, руководству района, руководству республики, очень много, очень многих программах мы участвуем. Вот я уже сказал, это чистая вода, это комфортное городское жилье. Я не досказал, что в этом году было тоже сделано два дворовых территории. Это спортивная улица 3, порядка полтора миллионов рублей, и улица спортивная 7, тоже где-то 1,7 миллиона рублей было затрачено на благоустройство прилегающих территорий к этим домовладениям. Поэтому следующий 2021 год тоже не исключение. В 2021 году у нас не запланировано в рамках, придавая в эти территории, но у нас запланированы дороги к социальным объектам, такие как улица Степная. Мы хотим участвовать в национальном проекте бюджетное инициирование. Мы в этом году тоже участвовали, заняли в республике первое место. Мы получили с республиканского бюджета 900 тысяч рублей наше софинансирование, и мы заасфортировали улицу спортивную. В следующем году мы планируем, если мы выиграем тендер, то мы, я думаю, по улице Степной тоже мы эту работу будем продолжать. Будем продолжать по всем остальным направлениям. Это наши дороги. В Кашхабле очень много сделано. То, что начато, надо нам все равно это все надо заканчивать. И в завершении, что вы пожелаете в новом году жителям района? Знаете, наверное, самое главное жителям района. Я желаю, конечно, здоровья в связи с этой пандемией. И хочется, чтобы она побыстрее ушла от нас, чтобы люди поняли, что продолжается жизнь. Нам надо работать, нам надо совершенствоваться. Поэтому удачи всем, благополучия. Ведь Новый год – это семейный праздник. Поэтому я желаю всем добра, удачи, благополучия. Чтобы в следующем году еще с новым достижением мы пришли к 2022 году.